Приветствую вас и, во-первых, давайте определимся с тем, чего вы хотите. Вот вы пишете, например, о том, что хотели бы вернуть отношения на старый лад. Как это на старый лад? Что это значит на старый лад? Что для вас представляет собой возвращение отношений на старый лад? Это очень важно понять, потому что без четкого понимания, куда вам предстоит, куда вам нужно двигаться, вряд ли можно наладить связь с вашим мужчиной. Далее, вы пишете, что отношения уже очень долго сводятся к нулю. Это означает, что проблемы, по своей сути, у вас возникли уже довольно давно, и на данный момент ситуация, конфликтная ситуация, проблемная ситуация, она не является решеной. И в этом контексте мы зададим вам следующий вопрос. С какого момента начались проблемы? С какого момента начались конфликты? С какого момента начались противоречия? И ответ на этот вопрос поможет нам определить своего рода точку отсчета, с которой все началось. Дело в том, что если у вас отношения с мужчиной ранее были достаточно хорошими, гармоничными, теплыми и так далее, а спустя какое-то время начались проблемы, то это свидетельствует о как минимум двух моментах. Первый и главный момент заключается в том, что основной запал чувств, основной запал эмоций улегся, и на передний план постепенно выступают такие черты, такие качества, как уже личные желания человека, предпочтения, а также привычка. И если говорить о привычке, то она, элемент привыкания друг к другу, является, наверное, ключевым здесь. То есть чувства есть, они присутствуют, они остались, но за счет некой цикличности жизни вашей, накал отношений, их уровень, их наполнение стало меньше. Соответственно, в этой ситуации вам нужно разнообразить отношения, вносить в них какие-то новшества, какие-то неожиданные моменты, интересные моменты, может быть, и так далее. Это при условии, что у вас, в принципе, есть чувства. Далее, вы пишете такой момент, что мужчина говорит вам о своей любви, но при этом он говорит, что он не в своей тарелке себя чувствует с вами. Давайте подумаем, почему он чувствует себя на своей тарелке, с какого момента он начал так себя ощущать, что заставило его так себя чувствовать. И вот если вы можете изменить обстоятельства, благодаря которому ваш молодой человек оказался в некомфортном для себя состоянии, вы таким образом сможете вернуть отношения на старый лад. Но, нужно понимать, что взаимодействие людей – это всегда развитие. Потому что личные отношения – это отношения двух личностей, а личность познается в развитии, личность никогда не является статичным, чем постатичным. И поэтому ваши отношения также не стоят на месте. Они развиваются. И если раньше у вас было все хорошо, сейчас у вас не очень хорошо, но это может быть кризис перед новым уровнем отношений. И очень важно, чтобы вы не цепляли за прошлое. Очень важно, чтобы вы смотрели вперед в будущее, стараясь при этом своего молодого человека поддерживать, уважать, ценить и стараться сделать все для того, чтобы ему было комфортно. обращать внимание на его желания, на его потребности, на его стремления. Но, все это имеет смысл только в том случае, и тогда, когда и если у него есть точно такое же желание делать вас счастливой и работать над тем, чтобы у вас было все хорошо. Если такого желания у него нет, то это получается игра в одни ворота, когда вы будете для него что-то делать, стараться, а он для вас не будет делать ничего. Это плохо, и вы будете чувствовать себя опустошенными. И таким образом, суммируя все, что я сказал, можно сделать итог, привести итог, что на первое, вы пишете, что с молодым человеком у них очень долго отношения сводятся на ноль, с какого момента они сводятся на ноль, какая отравная точка этого вектора развития ваших отношений, а далее вы пишете, что сегодня был скандал, значит, на какой почве был скандал, какая у вас самая болезненная тема, к чему сводятся все споры, это ключевая проблема, ключевой пункт, ключевое разногласие, причем, разногласие не переснятое до конца, скорее всего, корнем этого разногласия стало обстоятельство, которое не было полностью пережито мужчиной и вами, которое оставило некоторый вслед, недопонимание между вами, и теперь оно не дает вам нормально, спокойно, вместе все существовать. соответственно, его нужно найти и хотя бы через вас, хотя бы с вашей стороны проработать, пережить, осознать, выработать какое-то отношение, может быть лучше понять, понять, что происходит, и после этого донести свое отношение до мужчины, возможно, спросить у него, возможно, дать ему шанс выразить свои чувства по поводу этого обстоятельства так, чтобы он освободился от негативных эмоций, которые у него есть. далее, что касается того, что мужчина чувствует себя не в своей тарелке, это означает, что у него желание, то, чего он хочет, его комфорт, отличается от того, что есть в самом деле, от того, что есть в реальности. и вам нужно для себя определить, что в ваших силах сделать так, чтобы мужчина чувствовал себя хорошо. То есть, понятно, что вы не можете сделать всего. Понятно, что вы не можете предоставить мужчине условия идеальные для него. вы не можете и не должны этого делать, но подумать, что в ваших силах и то, что в ваших силах осуществить, вам нужно обязательно, потому что без этого невозможно сохранить отношения. И последний момент, момент, связанный с тем, чтобы наладить отношения. Для этого нужно понять, какими они были раньше, что заставило их измениться, и основное внимание обратить на это обстоятельство, которое заставило ваше отношение измениться. Его нужно убрать, и тогда отношения примут ту форму, на которую способны вы и ваш мужчина. Обязательно стоит помнить, что отношения в принципе, то есть форма взаимодействия между вами и вашим парнем, как раньше, уже не будет. Она будет другой, она будет более развитой, она будет отличной от того, что было, и не всегда в положительную сторону, не всегда в сторону более тесного взаимодействия, более близкого взаимодействия. И для того, чтобы эту близость создать, сохранить и приумножить, нужна работа, нужен труд, труд по выстраиванию отношений, где-то уступить, где-то согласиться, где-то наоборот подумать о себе. И я думаю, что если у вас есть с этим проблемы, это нужно тоже вам отдельно проработать. А пока что основные моменты, основные направления по решению вашей проблемы я дам. Если вы хотите, вы можете сами, своими силами некоторые решения опыскать, если для вас это слишком сложно, то обратитесь к эксперту любому на нашем сайте и он вам поможет. На этом все, надеюсь, что мой ответ будет вам полезен, если вам понравился он, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.